МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадио компании Гомель у студии Александра Гамоля. Глядите в этом выпуске. Тут выховывают будущих вырабатывальников. Лице МНС на передней святковал 15-летний юбилей. А сегодня в аустанове дипломы уручали выпускникам. На старте уступная кампания. Централизованное тестирование у Беларуси почнется 11-го червеня. Лето, каникулы, футбол. У Гомеля проходится областный этап с поборництва ускоренный мяч. А зараз об этом и иншим подробязно. Развитание со школы и уступление у дорослое житё. Сегодня у регионе проходят выпускные. Урочистая линейка с на годы 12-го выпуска на ученцев пройшла сегодня ранецы у специализованным лицеи при Университете гражданской обороны. Святочная форма, боевый настрой, бадёрость духа. С тенародной установы на этот раз покидают 38 человек. Уручение аттестата у лицеи не просто урожистая церемония, ритуал со своими традициями. А кроме документов об средней адекватии, многие выпускники отримывают ящие и узнагороды. И они досягнули вышиня в разных сферах, в темлику и спорте. У шероху зараз уже были хлицеистов, чемпионы света и Беларуси, рекордсмены краины. Одной из традиционных часток урочистой выпускной церемонии з'является закладка памятной плиты. А так само вальс и развитальный марш по пляцу навучальной установы. Опошняя команда «Разойдись» и для них начинается дорослое житё. На этом этапе самое главное – заработать правильный выбор. Калеопаловы былых лицеистов придут на службу МНС. Об этом свечет статистика. Золотый медалист Александр Севрук уликут их, кто планует связать своё житё с допомогой людям. Многие выпускников, но уже в этом статусе, в статусе лицеиста МЧС мы уже никогда не встретимся. И это само по себе непонятно, как наводит грусть на меня, ну и волнение перед неизвестностью в будущем. Самое главное – сделать сейчас на этом этапе правильный выбор, который потом определит всю дальнейшую судьбу. И мне бы хотелось, чтобы этот шаг ребята сделали осознанным. Конечно же, я в большей степени, с учётом профессиональной направленности нашего учебного заведения, да, мне бы хотелось, чтобы эти ребята продолжили службу в органах и подразделениях по чрезвычайности. Для нас это важно, потому что мы вложили в них душу, свои знания и надеемся, что действительно это будет им полезно в дальнейшем жизни. Ну и, конечно же, мы готовы всегда их поддержать в любую трудную минуту и прийти на помощь. А напереды дни у лицеи прошли урочистые мероприемства, присвеченные юбилейной дате. Установа была заснована 15 год тому постановой Совета Министров Республики Беларусь. Успамины про 2004 этапы становления лицея небыз вороту минулая с подзякой за сучасный стан справ и досягнений наученцев. Тему протягне Явгения Кухаронак. Уникальну в своем роде адукационный комплекс запускали як эксперимент. Ранее в Украине подобного не было. Базой обрали территорию былого пионерлагера под Гомелем. Акцент робили на подтримку и реабилитацию детей-сирот и детей социально-проблемных семьев. На остановление установы свои силы накировали Министерство по надзвышенных ситуациях Беларуси и Гомельский Аблваканкам. Здесь были полуразрушенные здания бывшего пионерского лагеря Гомсельмаша. Я помню, когда первый раз сюда приехал, было страшно на все это смотреть. Сколько, казалось бы, огромной работы, чтобы все это привести вот в такой вид, как это сегодня сделано. Я просто восхищаюсь тем, что уже добавлено здесь за последние годы, когда я уже не был участником всех этих процессов. Но самое главное, что задача решена. И она решена на пятерку. Сирот лицеистов есть переможцы международных олимпиад и лауреаты президентского фонда по подтримке одоранной молоди. Наученцы неодноразово становилисься чемпионами света по пожарно-воротовальному спорту. У скорбонцев командных, узнагород, медали и кубки за республиканских поборництвов по хоккею с шайбой на прозы президента Республики Беларусь – золотая шайба. В минулом году тут открыли новую секцию по волейболе. И все лето в летку пройдут первые тренировочные сборы. Мы на сегодняшний день готовимся к двум международным стартам. Это по футболу и по программе «Ктив». И на сегодняшний день представляется только лишь нам такая возможность отстаивать честь, представлять честь Беларуси на этих международных соревнованиях. Ну и начинаем подготовку мы уже с августа месяца к сезону соревнований, которые пройдут в сентябре. Пятнадцать годов асоциируются с подлетковым взрослом. Не глядячи на тое, что лицей за этот час набыл еще больше высокий статус, педагогичный коллектив не стратил той запал, что уластивый пятнадцатигодовому человеку. Коренница энергии тут заключена у самих наученцах и у ее невычерпности не сомневаются. Евгения Кухаронок, Валерия Гопанько, телерадо «Компания Гомель». За его ходом будет сажить Комитет Державного контроля. Для этого на его базе створена областная комиссия. Тут же будет денежать горячая линия. Об особенностях контроля за проведением тестирования сюжет Марины Джалы. Не забыть захопить сабы на тестирование требует только ручку, веды и добрый настрой. Гаджеты и шпаргалки лучше покинуть дома, чтобы за этих помощников не покинуть потом аудиторию и не поставить крыш на будущем поступлении. На счастье, в последние годы выпадки, когда абитуриенты игноруют, правила удела тестирования одинаковые. Организационно-методическая и разъяснительная работа Комиссии по контролю, а также отработанная система контроля за проведением централизованного тестирования позволяет проводить централизованное тестирование без нарушений, которые могли повлиять на результаты данного тестирования и соблюдением равных возможностей для всех абитуриентов. При этом со стороны абитуриентов при проведении централизованного тестирования допускаются единичные факты нарушений. Основными из них являются проносы использования в аудитории запрещенных предметов, таких как мобильные телефоны и шпаргалки. В 2018 году, по данным фактам, было отстранено от тестирования 4 абитуриента. В 2017 году – 1 абитуриент. Абитуриент – мое право зарегистроваться для удела у централизованного тестирования не больше, чем по 4-х в учебных предметах. При чем все ли то в системе выставления баллов за тесты отбылись значные смены. Из новшеств нужно выделить новую систему оценивания. То есть баллы будут выставляться по-новому, и эта система более прозрачная. То есть абитуриент, в общем-то, зная, на какие задания он ответил, может сам по таблице, по первичным баллам определить свой тестовый балл. Эти таблицы уже будут размещены до выдачи сертификатов на сайте Республиканского института контроля знаний. Централизованное тестирование будет проводиться с 11 червя по 1 липень по 11 предметах. Абитуриенты, которые по важливых причинах не смогут удельничать у тестирования в основные дни, пройдуть его в резервовые. Это можно будет сделать в БДУ 6, 8 и 10 липня. Регистрация на резервовые дни отбудется с 30 червя по 2 липня в Университете Мясухого. Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадио «Компания Гомель». Финансовое оздоровление сельско-господарших организаций, охова працы и супраздзеяния коррупции. У Гомеля отбылося посаджение областного союза наймальников. Директоры самых буйных предприемств региона огучили пропановы по удоскональвании истинующих законодавства в сфере працеванных относинов. Подробностей в наступном сюжете. Готые люди об соправдной ситуации в реальном секторе экономики ведут все. Гомельский областный союз наймальников можно было бы назвать официальным клубом директоров предприемств региона. В оселях им выпадку, это именно тое утворение, где керовники субъекта господарения могут не просто выказать думки на конт истинующих проблем, а и донести свои пропановы до депутатов всех узровнев. Союз нанимателей – это своего рода клуб директоров крупных и средних предприятий, организаций Гомельской области. Вот эта площадка для того, чтобы где-то поделиться проблемами, обсудить их, найти диалог с исполнительной властью и найти конструктивные решения. На этот раз на порядку дня – питание холы прасы. Зараз обмерковывается новый проект ответственного закона, и керовники предприемства Гомельской области не зауседу сгодны с пропануемыми нововведениями. Тут и дозвол на контроль мясовыми органами Улады за ситуацией на предприемствах республиканской формы властности и усмаснение медицинского нагляда с работниками, які працуют у небеспечных умовах. И еще одна тема для обмеркования – выконание предприемствами своих договорных обовязательств, в некоторых организациях ответственные документы складаются юристами с настолько низкой квалификацией, что про возникнение конфликтной ситуации предприемства вымушено выплачивать значные штрафные санкции. Экономичный суд по переднюю проверку таких документов по закону проводить не може. Але этот же закон не забороняя организацию для специалистов субъектов господарения на пучальных семинарах. Ненадлежащая организация работы имеет место быть в ряде случаев в данном направлении. А ведь в 90% случаев тех споров, которые мы рассматриваем в суде, они базируются на договорах. Это арендой, поставкой, куплей-продажей и так далее. Пытание, которое может тычиться любого предприемства – супродзения коррупции. Международный стандарт в этой сфере яснует уже не первый год, але в Гомельской области и он поколь не денежит ни у одной организации. Размова про спросу и укорнение документации, якая будет соединять не только продухерями таких фактов сирот работников, а и створить немогчимыми коррупционные злочинства с боку партнеров. Почас поседжение областного союза наймальников высветляется – об таким стандарте на многих предприемствах сегодня просто не ведают, а тому термины его укоронения навод не огучиваются. Хоть с другого боку, у супродзения коррупции повинны быть зацекавлены усе. Есть такой стандарт ISO 3701-2016, который – это внедрение системы менеджмента по борьбе с коррупцией. Поэтому мы хотели бы, чтобы руководителям представили, что собой представляет этот международный стандарт, потому что он практически на территории Республики Беларусь еще в отдельных, только частями внедрен на отдельных предприятиях, чтобы просто представили эту программу, представили, что это такое. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель». Протягиваем выпуск. Тема наведения парадку на земле актуальная была зауседа, але угод малой родимы и она становится особливо значной. На жаль, разумеют, это не усе. Разом с экологами, наш корреспондент Олег Сенцюров накировался у рейд, який проходил на территории и вокруг садоводницких товариств. Неофицийные сбалки, створенные дачниками, можно убачить на первом же, ближайшем до участка автобусном припынку. Максимыч, штраф, в 20 базовых величин, зараз это 510 рублей, сдается, никого не стремливая, але и это не самый горший вариант. На Гомичине не шмат прегожих мест, куда люди любят переезжать на отпочинок. Ось як тут, с одного боку рука, с другого лес. Одно дрянно, лес не за все добывая чистым. Неогдя дичина то, что лесники постоянно прибирают свою территорию, убачить у леса можно усе, от старой вопротки до изношенных автомобильных покрывок. И это при том, что первоважная колькость садоводницких товариств заключила договор с жилком газами на вывоз сметия со своей территории. Всего в Гомельской области 818 садоводческих товариществ и принимаемые областным комитетом меры, направленные на соблюдение требований законодательства обращения с отходами в садоводческих товариществах, позволили добиться того, что если на начало 2018 года отсутствовали данные схемы у 63 садоводческих товариществ, а договора отсутствовали у 70, то в настоящее время уже лишь у 22 садоводческих товариществ отсутствуют схемы и договора. Али официально заключенный договор не дает гарантии, что члены садоводческих товариств не будут забродживать на вакуумное сяродье. Часто такие погоднения предуглеживают вывоз сметия максимум один раз в месяц. Причем, то есть органичные отходы, но к штату непригодные для уживания садовины и городины выкидывать у вогули забороняется. И еще одна проблема – осудность ужма таких садоводческих товариств специально обсталеванных плясовок для сбора сметия. Хоть и тут есть свой нюанс. При высокой температуре поветра такая масса отходов ближайших дач у вогулищ экологи Перекананы из-за меня тяжко не погодится на явность нестанкновенных звалок вследствие незадовольняющей работы керавниства садоводческих кооперативов. В результате, когда люди не находят, куда же им выбросить мусор образовавшийся, то и получается, либо вывозится в лес где-то недалеко, либо выбрасывается на остановочных пунктах, либо на шоссе где-то по дороге следования домой. Ну, скажем так, здесь путь, конечно, один с тем, чтобы обязать и заставить вот эти товарищества вести цивилизованный, нормальный сбор образующихся отходов. И тогда вопросы снимаются. Олег Сентяров, Йоген Макинько, телерадио компания «Гомель». На четырех офицейных пляжах региона не рекомендуют купаться детям. Три из них находятся у «Гомеле». Специалисты городского центра гигиены и эпидемиологии провели мониторинг у всех девяти зон отпочинку областным центры. На трех из них в пробах воды выявлена кишечная палочка. У администрации района накеровано ходанство по принятию мер по обмежеванию купания детей. Размова идет про пляжи «Каскад-1» и «Каскад-2» по улице Петруся-Бровки, а так само Прутковский пляж. Что тышится зона рекреации, у районных центрах по ададенных дач следованию обмежевана купания детей на городском пляже в городе Калинкович. До новинок культурного жития региональный обрат в аджении пахавания стралы пройшел у агрогородку Сталбун Ветковского района. Его проведение заховалось до наших дзен в натуральных умовах и одрознивается разностайностью песен, карагодов и театрализованных дзенев. Цент с обраду – 200 стралов от везки. Это значит, в зберах чия и от разных нещастев. Кожный год я гладяць на шостым тыдни после Великодня на православное свято у шестя Господняга. Мероприемство, что год збираю мнозство людей. У Сталбун приезжают гости не только из разных кутков Беларуси, а и из Амежа. Для проведения обраду вязковцы и удельники фольклорных коллектива у гостей збираются у центры агрогородка, вводят карагоды и спевают песни. Затым, поделившись на шаренги, жанчины берутся за руки и идут у конец везки до житнего поля. По дорозе они спевают головную песню «Як пущу стралу». Обрат завершается пахованием символичной стралы, грошей ци упрыгоживания. Девять колосков, собранных у гэты день на поле, госпады не заховывают дома за образами увесь год. Гэта оберег, адмаланки и залог достатку. Сегодняшний обряд мы его ждем целый год и как можно больше и хотим, чтобы приехало людей. Чтобы люди интересовались этим обрядом, чтобы этот обряд еще долго-долго-долго жил. Нам это очень интересно и важно. Обрат пахованием стралы сегодня протягивает жизнь в некольких везках Пасожжа. А кроме Ветковского района, традиция распаусюженная и в российском помеже. Однако наибольшим массовым и самобытным лишится традиция у везцы Стаубун. От Минска на усе четыре баки. Выставу подорожа фотографа Станислава Янчарского презентовали у картинной галереи Гаврила Вашенки. Экспозиция «Великая» складается прикладно с 200 фотосдымков и займая одразу три выставочные залы. Глядачи мают махчимость отправиться у вандрования по 25 краинах света. От спякотной Аргентины до холодной горной Исландии, от азиатского Вьетнама до Европейской Италии. У экспозиции архитектурные и природные пейзажи, особные и групповые портреты, сюжетные работы. Тяжко уявить, однако профессийно заниматься фотографованием Станислав Янчарский пошел только некоторых годов тому. Учеба, служба в вооруженных силах, увольнение, преподавание психологии в Академии и дальше уже работа после службы в строительном бизнесе. И сейчас это мое хобби, это мое увлечение. Вот то, что вы сегодня видите. Это фотография. Большая частка фотографий изроблена аутором под час подорожа уперед с 2012 по 2018 год. С початку это были туристичные поездки, позднее фототуры. Усяго запрячима 45 краин, в планах не меньше. Ближайшие – это Африка, Афиопия, вулканы, посмотреть мы. Затем Мияма этой осенью планируется в конце сентября-кктября это забито. И в июле месяце поездка в Ринландию, айсберги для съемки. Побывать на выставе подороже, от Минска на усеч от рыбаки у картинной галереи Хаурила Вашенки можно до конца липеня. В Гомеле сегодня распочались финальные областные споборництвы сарод детей и подлетков по футболе «Скуранный мяч» на опрызы президентского спортивного клуба. Одиную путевку у республиканский финал спрешивают пять команд девочинок во взросле 11-ти годов и молодей. В уголе турнир сарод панинок включили в программу легендарного «Скуранного мяча» в минулом году. Так что у дельников по куль не так шмат. Не все районы банально могут выставить команду. А там, где дружины есть, не за усёдых, а по оппонентам для повышения майстерства. Тренерам приходится исти на хитрости. Я с ними два-три раза в неделю. Пришли там четыре девочки, работаем с ними. Пришли пять. Но я подключаю малышей и мальчиков. Кстати, это очень даёт большой эффект. Девочкам надо начинать тренироваться с мальчиком. Потому что их мало, девочек, во-первых. Ну, а во-вторых, так и интереснее немножко. Лет до 10-12 очень хорошо. Идёт финальная уже часть и буквально 20 минут уже прошло. Баталии развиваются. Не хуже, чем среди, так сказать, профессионалов. Поэтому всё-таки это массовый спорт. И массовый спорт, за ним будущее. И это, прежде всего, популяризация не только вида спорта, а здорового образа жизни. А кроме команды с Житковича за перемогу змагаются футболистки с центрального района Гомеля, Добруша, Калинковича и Брагина. Уси они стали лепшими на своих попередних этапах. Команда-пероможца областных с поборництва упроставить регион на республиканском финале, який отбудется в Минску. Это и иншие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Спасибо за увагу и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова